Давай человекообразно плянем. Начнем с орангутана. Это для того, чтобы вы понимали размер бедствия. Вот этот самец орангутана сидит на дорожке. Если он встанет, то он окажется по плечу этой барышни. В чем дело? У орангов, так же как и у горилл, это потом будет видно хорошо, очень длинные руки, как мы и говорили у всех человекообразных, и очень короткие ноги. Наш с вами человеческий рост в основном за счет длинной ноги, а у них совершенно иначе. Ага. Вот это взрослый самец суматранского орангутана. Дело в том, что вот эти вот плицевые диски разрастаются только у островных популяций орангутанов, которые обитают на острове Суматра в Индонезии. У материковых орангов их нет. У самцов физиономия гладкая. Так? Значит, ну, тот же самый вторичный мужской половой признак. Значит, никаких практических целей эти диски не выполняют. Занятно другое. Обратите внимание, что я сейчас показываю. Вот здесь и вот здесь. Че это? А. Как по-вашему? Горловой мешок, лоб, лицевые диски. Они волосатые или нет? Они совершенно безволосые. А вот это что? А это усы. А это что? А это борода. То есть характер и влашение по самцовому типу у человека совершенно не уникальный. Это просто общепримадский. Ну, это детеныши. Здесь видно, насколько у них подвижные губы. Существенно более подвижные, чем у нас. За счет укороченного носа. У нас спинка носа выдвинулась вперед, что привязала верхнюю губу. Подвижность ее у нас ограничена, оказывается. Ага, ну вот это Шкода, как и любой подросток. Подросток Аран. Молодой самец. Так, а вот это гибончик. В данном случае это палевый гибон. Не самый крупный на свете. Здесь не видны пропорции. На других фотографиях будет хорошо видно. Ага, вот Сиаман. Обратите внимание на этот пузырь. Редкий случай среди человекообразных. Больше ни у кого нет. Это горловой резонатор. Дело в том, что Сиамангов также называют поющие гиббоны. Их песни больше всего похожи на помесь звуков медицинской сирены и полицейской сирены. Дело в том, что милиция и скорая помощь, они на разных нотах кричат. Так, вот в Сиаманге очень похожие звуки издают в достаточно широком спектре. Высоком. И это резонатор. Вот как раз поющий Сиаманг. Это самец горилла. Обратите внимание, а вот здесь вот, вот такой удлиненный череп. С вашей точки зрения, а что здесь такое? У него что, мозги так вверх полезли? Мышцы. Да. Да, отжевательная мускулатура. Гребень латеральная, которая стоит вот так вдоль по черепу. И с двух сторон жевательные мышцы. Сила захопывания челюстей совершенно чудовищная. Вот это взрослый самец. Значит, как у горилл, кстати, у шимпанзе тоже, отличить взрослого от юного или от подростка. Дело в том, что они сидеют. Но сидеют не головой и бородой, как мы, а спиной. Взрослый самец гориллы или самец шимпанзе так и называется. Сильвербек. Сереброспинный. Вот видите, пепельного серебристого цвета спина. Вот, пожалуйста, самочки. Ну и вот их король. Ага. Вот это редкий случай горилла-альбинос, снежинка. Ну, это самец горилла угрожающий. Значит, это два мужичка не поладили. Надо сказать, что если бы они пустили в ход челюсти, то ранения были бы страшнейшие. Челюсть сильнее, чем у льва. Но во время внутренних конфликтов только затрещины. Ну, правда, силу такой затрещины может быть, дай бог. Но и обратите внимание, вот эта часть, как называется и у человека, и вообще у любого. Этот самец головой развернут к стенке. Это холка. Вот пространство между лопатками и шеей. Обратите внимание на толщину холки. Свернуть такой череп, даже сверхмогучим ударом. Занятие реальное или малореальное? Так что могут позволить себя немножко побоксировать. Значит, ну вот, опять же. А шимпанзе? В данном случае это карликовый шимпанзе. Из всех животных на планете самый близкий к нам вид. Бонобо по массе и поведенческих, и биологических особенностей. Ну, вот мимика шимпанза. Здесь даже, по-моему, и комментарии никакие не нужны. Актопыдная нижняя губа, приспущенные веки, поджатый подбородок, задумчивость. Решает задачу для себя. Так, ну вот это была коротенькая информация по человекообразным. Доброе усно.